Ультрамарафонская эстафета впервые стала международной и связала Кишинев и Бухарест. Марафонцы преодолели расстояние в 478 километров за два дня и три ночи. Пять районов республики Молдова и пять уездов Румынии. Легкоатлета встретила и Гагаузия. С самого утра марафонцы стартовали из Кишинева и к вечеру достигли Гагаузии. Очередной раз Гагаузия встречает бегунов, которые принимают участие в международном марафоне Кишинев-Бухарест. В нем принимают участие бегуны со всей Молдовы и их путь также будет пролегать через села Гагаузии. В этот раз Камрад встречает их. У Стеллы бегунов встретили спортсмены и представители властей автономии, которые присоединились к марафону. Как отметили ребята, такие мероприятия необходимо проводить чаще, так как это сплачивает людей и дает возможность вести здоровый образ жизни. Решили принять участие в марафоне, потому что мы считаем, что спорт это очень важно, его нужно продвигать. И мы хотим показать людям своим участием в этом марафоне о том, что спорт это нужно, важно и полезно. Я за здоровый образ жизни и считаю, что нужно поддержать ребят. Здоровый образ жизни в моей жизни играет важную роль, так как занятие спортом это полезно, приятно. Во время занятия спорта можно разгрузиться, подумать о чем-то своем. Это полезно, это прогресс тела. Также наблюдающие люди в основном занимаются спортом бегом. И по проезжей части пробегая, люди замечают, сигналят. Некоторых я мотивирую. И желаю всем добиться успеха в спорте. Не сидеть дома на диване, это не есть хорошо. Заняться спортом и активной жизнью. Надо бегать, чтобы был здоровый образ жизни. Если мы не будем бегать, то не будет здорового образа жизни. Я считаю, что принимать участие в таких спортивных мероприятиях, это очень важно для их развития. А также поддерживать здоровый образ жизни, это является одной из ключевых вещей, чтобы быть здоровым и всегда держать себя в тонусе. Сегодня, как и всегда, спорт важен. Необходимо собирать молодежь вместе, неважно, какой вид спорта. Все должны быть дружны. Как раз такие марафоны объединяют молодежь, всех спортсменов, детей. Здоровый образ жизни, чтобы был всегда. С танцами, горячим чаем и выпечкой встретили бегунов у Дома культуры в муниципе Комрад. В этом году к марафону присоединился и госсекретарь по спорту, и молодежи Сергей Гурин. Он отметил, что нужно развивать массовый спорт и все больше молодежи привлекать к занятиям спорта. Как участник это первый раз, но я в прошлом году участвовал, ну, как чиновник, просто был на финальном этапе, но я обещал, что в этом году я буду участвовать. Вот я сдержал свое обещание. Если, допустим, мы вот про массовый спорт, я именно поэтому и бегаю, потому что хочу своим примером показать, что это возможно. И не только профессионалы должны бегать. В принципе, здесь, которые бегают, это все люди, которые работают в офисах, которые любители и нравятся. И действительно, это людей соединяет, как сплочает, и люди становятся дружнее именно в таких мероприятиях. Данный марафон уже седьмой и первый международный. Участники забега беспрепятственно пересекли границу между Республикой Молдова и Румынией. Среди участников марафона есть спортсмены, которые бежали непрерывно в течение 11 часов и преодолели расстояние в 100 километров. Спонсор марафона Рубикон Кишинев-Бухарест Дмитрий Волошин отметил, что это самое сложное спортивное мероприятие, которое мы организовали. Этот Рубикон знаковый, потому что мы бежим не только по Молдове, мы бежим в другую страну. Мы бежим из одной столицы в другую, из Кишинева в Бухарест. Поэтому этот для нас марафон очень сложный, очень тяжело в организации. Но зато максимальное количество людей, которое у нас было за всю историю, это исторический максимум по количеству людей, и которые присоединяются к нам по дороге. То есть есть бегуны, которые просто пробегают в поддержку. И дети, и вас в Гагаузии встретили очень круто, пришли со спортивной школы, ребята бежали с нами. Поэтому я прям в таком настроении приподнятом нахожусь, очень круто. Я вообще против того, чтобы популяризировать какое-то одно направление. То есть я вообще считаю, что спорт нужно популяризировать у нас в населении. Просто легкая атлетика, это тот спорт, наверное, самый массовый, самый легкодоступный. Просто одел калоши и побежал в калошах. То есть не нужно покупать штанги, лодки. Просто вышел на улицу и побежал в любом точке мира. Поэтому мы рассказываем, что ваш путь в спорт может быть через дверь бега пройти. Понравилось бегать? Займись плаванием. Плавание, велосипед, борьба, все что угодно. Начинал очень странно. Не ожидал, что начну, потому что я как бы не суперспортсмен. И в жизни никогда спортом не занимался. Очень неожиданно меня накрыло. И я ни с того ни с сего начал бегать, тренироваться, чтобы стать железным человеком. И больше 70 соревнований по всему миру сделал. И сейчас уже на этом вот очень рад, что у нас в стране эта волна поднялась, что много людей бегает, плавает, занимается триатлоном. Для меня это очень круто. Как рассказал нам Максим Зоркин, начатое дело будут продолжать и популяризировать. Благодаря вам мы бежим дальше и гордимся, что у нас есть в стране такие спортсмены, такие районы, которые поддерживают нас всегда. И будем продолжать делать наше дело. Начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Драгой сказал, что участие в марафоне – это настоящее мужество. Мы считаем, что это действительно событие, такое масштабное событие. Потому что это, во-первых, считаю, что участие в этом марафоне – это нужно иметь очень большое мужество, обладать мужеством, обладать хорошей физической подготовкой. Плюс это культивирование легкой атлетики, такого вида спорта, который практически, в принципе, вымирает. Особенно у нас в автономии хотелось бы, чтобы как можно больше было секций по легкой атлетике. И многие наши спортсмены, многие наши ребята с удовольствием приехали поучаствовать в этом марафоне. Со всех районов у нас приехали, с Чедрунгсбург, конечно, участвуют спортсмены, порядка 70 человек. Очень хорошо, спасибо, откликнулись и районная администрация, и примария города Камрата, и Кирсова, и Кангаза, где будет проходить маршрут с удовольствием. Столы есть возможности спортсменам и подкрепиться, и выпить чая горячего. Поэтому я считаю, что такое сплочение, оно сплачивает и не только, но и всех, и спортсменов, и организаций. Поэтому я считаю, что нужно как можно больше проводить такие мероприятия, чтобы мы имели возможность участвовать в них, чтобы наши дети, наши спортсмены как-то меняли свое мировоззрение. Поэтому только вперед. В рамках забега многие бегуны поставили личные рекорды, пробежав 100, 200, 300 километров. В Бухаресте на стадионе Триумфальной арки завершился ультрамарафон «Рубикон-2024». Более 300 бегунов финишировали. Триумфальной арки завершился ультрамарфон «Рубикон-2024». 24 марта на центральном стадионе спортивного комплекса муниципе Камрад состоялся ежегодный турнир по футболу Кубок первого президента Гагаузии Степана Топал, который собрал сильнейшие футбольные клубы из региона, выступающие в Лиге 1 и в Лиге 2 чемпионата Молдова по футболу. В турнире приняли участие шесть футбольных клубов «Олимп», «Сокол», «КФЛ», «Маяк», «Универ», «Кангас». Приветственным словом открыл ежегодный турнир по футболу начальник главного управления по делам молодежи и спорта Вячеслав Дрогой, поблагодарив все футбольные клубы за участие, а также гостей в лице ветеранов и любителей футбола. Он отметил, что ежегодный турнир по футболу на Кубок Степана Топала даёт возможность не только набраться опыта, но и привлечь молодежь к занятию футболом. В первую очередь от имени Башкана Бенециановна хотим поздравить вас с началом турнира очередного на Кубок первого президента ГАГОЗИ Степана Михайловича Топала. Мы все помним, что Степан Михайлович внёс огромный вклад в футбол нашей автономии. Он являлся как футболистом, в дальнейшем и болельщиком, и всецело помогал развитию футбола в ГАГОЗИ. Сегодня, как я уже говорил, праздник, а турнир – это всегда показатель уровня подготовленности спортсменов, тренеров. На открытии турнира ветеран футбола Василий Сукман отметил, что первый президент ГАГОЗИ Степан Топал был большим любителем футбола. Имена не впервые привезли Камрад Кубок по этому виду спорта. Поэтому сегодня у наших футболистов есть на кого равняться и продвигать футбол в автономии в стране в целом. Я чуть-чуть присмотрелся к вашим лицам и вижу, что появился у нас на этом турнире какой-то сплав постарше и чуть помоложе. Поэтому кто-то из вас должен доказать, что сейчас на этом данном турнире во время игр всех и в конце кто-то этот большой кубок. Когда я принимал участие, таких кубков у нас еще не было. Молодцы организаторы. Потому что у футболистов есть такая традиция. После окончания турнира победители пьют из кубка напиток. Поэтому у вас есть сейчас стимул для того, чтобы сегодня попробовать из этого мощного кубка. Что еще хотелось бы пожелать вам? Вы сегодня на этом турнире должны не играть на результат, а играть на публику. Покажите, докажите, что вы умели и умеете играть в футбол. Игрок футбольного клуба «Сокол» Дмитрий Димов поделился своими эмоциями, а также отметил, благодаря чему они победили в прошлом году и какой стратегии будут придерживаться для того, чтобы сохранить его в этом. Настрой сохранился тот же, настрой только на победу. В прошлом году мы показали себя с хорошей стороны, показали нашу стойкость, характер и смогли победить. Думаю, в этом году ничем хуже не будет. Наша команда показала хороший результат. Я думаю, в первую очередь сплоченность, потому что наш клуб представляем село Копчак. Мы отличаемся тем, что все наши представители игроки, мы из одного села. Мы друзья, мы товарищи. Многие из нас там работаем вместе. Поэтому главная сплоченность, я думаю, что именно это поспособствовало победе в прошлом году. В ходе упорных матчей в двух группах в финале встретились сильные команды, которые заняли призовые места. В прошлом году кубок завоевала команда «Сокол» из Копчака, которая в этом году заняла третье место. За первое место боролись команда «Олимп» и «Универ». С минимальным отрывом победила команда «Универ». Организаторами турнира является Главное управление по телам молодежи и спорта, Гагаузи и Федерация футбола региона. Все участники турнира получили дипломы, а самое главное – море эмоций и соревновательный дух на протяжении всей игры. В этом году кубок перешел команде «Универ» из Камрата. В минувшие выходные в селе Авдорма состоялся чемпионат Молдовы по настольному теннису 2024 среди взрослых. Сюда съехались теннисисты со всей страны. Чемпионат среди взрослых по настольному теннису топ-32 среди мужчин и женщин прошел в личном парном и смешанных первенствах. Состязание в этом году является официальной квалификацией на командный чемпионат Европы. В сегодняшний день гагаузские спортсмены входят в топ-спортсменов в своем возрасте. Мы начали развивать настольный теннис в Авдорме, в частности, в 2018 году. И вот за 6 лет работы наши мальчики и девочки вышли в топ-3, будем так говорить. Поэтому вот даже сейчас был чемпионат Молдовы по возрасту до 13 лет. Наша девочка взяла второе место в Молдове. А в паре взяли первое место наши девочки Савдормы и мальчик один. Наши достойно представляют. Ну, сегодня уже, да, с нами считаются и нас уважают. Нас проводим чемпионаты, стараемся проводить у нас в Авдорме, в частности, потому что, чтобы развивать этот вид спорта на юге республики. Да, и у Авсей. У меня как президента федерации задача развивать этот вид спорта по всей республике Молдова, не только в гагаузе. Вот сейчас, в следующие выходные, там будет открытие зала в Кантемире. Мы там участвуем. Поэтому есть к чему стремиться, есть за что. В чемпионате приняли участие около 80 спортсменов, 13 из которых – воспитанники кагаузии. Очень хорошо развивается настольный теннис у нас в Камрате. Функционируют два тренера у нас, преподают теннис. Это Миленти Анна и Миленти Николай, которые вкладывают душу в этот вид спорта. И в сегодняшнем чемпионате Молдовы, который впервые проводится у нас в Гагаузии, во Вдарме, где есть прекрасная база, созданная для занятий теннисом. Участие принимает 64 лучших спортсмена Молдовы, одни из самых лучших. И наши спортсмены представляют, как я уже говорил, в количестве 10 спортсменов. И победители чемпионата заявлены на чемпионат Европы, который будет проходить в 2025 году. Пожелаем успехов нашим спортсменам, пожелаем успехов президенту федерации тенниса Иоанн Харлампичу Сарангев, чтобы как можно больше наших спортсменов отобралось и имели возможность достойно показать наш регион, нашу Гагаузию на чемпионате Европы. Понятно, что мы играем во взрослом чемпионате, поэтому наши шансы, скажем так, чуть меньше, чем по своему году, своей категории. Буквально недавно, на прошлых выходных, у нас были соревнования по 2011 году и младшему, где Милентия Виктория попала в сборную. В республике Молдова она взяла три сребряные медали в личном, в миксе и в парном разряде. Слова благодарности федерации настольного тенниса Молдовы выразил заместитель председателя исполкома Гагаузии Виктор Петров. Андрей Пуцентико, участник чемпионата, в ходе тройку лидеров настольного тенниса страны. Он надеется, что может принять участие в Олимпийских играх 2024 года. Во-первых, хочу поблагодарить организатора, господина Саранди Ивана. Это наш земляк, который занимается, помогает молодежи. Он меценат, благодаря нему здесь сегодня можно проводить чемпионат республики Молдова. Это высокий уровень чемпионата и созданы все условия. А мы со своей стороны, как и с полком Гагаузии, стараемся помочь, помогаем и продвигаем в молодежь здоровый образ жизни. Нам нужна здоровая нация, потому что мы знаем, если есть здоровая нация, то все будет хорошо, у этой нации есть будущее. Валерия Кравченко приехала из Кишинева, занимается настольным теннисом более шести лет и демонстрирует хорошие успехи. Виктор Буц в рамках данного чемпионата защищал честь Гагаузии, занимается настольным теннисом более 20 лет. Все замечательно, столы, зал, прекрасное освещение, супертоповые теннисисты собрались в этом зале. Очень рад с ними поучаствовать, поиграть, попробовать свои силы. Я очень хорошо выступила на Евроминичампе и скоро тоже туда же поедем, надеюсь, что тоже хорошо выступим. В прошлом году я была послабее и проиграла со второй встречи. Сегодня я уже выиграла одну игру со счетом 3-1. В результате двухдневной упорной борьбы чемпионами 2024 года по настольному теннису стали в парных разрядах среди мужчин Владислав Урсу и Андрея Пуцентика. В парном женском Александра Кирякова и Екатерина Сирияк. Чемпионами одиночного разряда среди женщин стала Ксения Марченко, среди мужчин Андрей Пуцентика. А титул чемпионов смешанного разряда завоевали Владислав Урсу и Александра Кирякова. Лидеры настольного тенниса в смешанном разряде мастер спорта Александра Кирякова будет защищать честь страны в квалификационном отборочном туре для Олимпийских игр Парижа 2024 года в смешанном разряде. А также мастер спорта международного класса Андрей Пуцентика, мастер спорта международного класса Владислав Урсу, мастер спорта Александра Кирякова в конце мая будут отстаивать честь нашей страны в отборочном квалификационном турнире в Боснии и Герцеговине в одиночном разряде. В Кишиневе состоялся открытый чемпионат карате с ситуацией по правилам ВКФ, в котором приняли участие почти 200 спортсменов из Кишинева, Бельц, Рыбницы, Тирасполя, Аргеева, Чемишли и Вулканиш. Клуб по карате из Вулканиш под руководством тренера Николая Казаны представили трое участников и все трое стали призерами. Чемпионом этих соревнований стал Шишко Артем в возрастной категории свыше 18 лет. Алдия Егор и Шишко Егор завоевали бронзы в категории кадеты. 23 марта в городе Галатс, Румыния коллектив Грация Дэнс принял участие в фестивале Дануби Дэнс Фест 2024. Коллектив Грация Дэнс под руководством художественного руководителя Оксана Хиргеледжино в фестивале представил четыре номера, в которых приняли участие старшие две средние группы. Старшая группа приняла участие в номинации Акродэнс, где заняла первое место. Первая средняя группа участвовала в двух номинациях Акродэнс и Гимнастика Ритмика и в обоих номинациях заняла первые места. Вторая средняя группа в номинации «Акроден» заняла тоже первое место. По общему итогу коллектив занял 4 чемпионских титула. Поздравляем с яркой и достойной победой. Молодцы! Желаем продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом и каждый раз в своих выступлениях добиваться наилучших результатов и достойных побед. И пусть всегда прибавляется вам энергия, задора, любви и поддержка от ваших родных и близких, отметила тренер Оксана Хергеладжи. В городе Резень прошел кубок по кикбоксингу, в котором приняли участие 372 спортсмена. Клуб «Огус Файт» из муниципи Акамрад представляли 14 спортсменов, которые в очередной раз показали захватывающий поединки и высокий уровень. Хотим выразить благодарность организаторам за возможность поучаствовать в данном турнире, за дополнительную помощь в организации поездки, а также тренерам за эффективную подготовку. Спортсмены клуба «Огус Файт» завоевали 12 золотых и 1 серебряную медаль. Также помимо этого Паю Алекс участвовал в пирамиде в битве за поезд весовой категории до 45 кг, одержал уверенную победу в трех поединках и завоевал поезд. Турнир проходил в городе Резень. Международный турнир по дюдо прошел в Украине в городе Сокиряны, который собрал около 20 команд Украины и Молдовы. В соревнованиях за титул чемпионов боролись около 200 спортсменов. Гагаузи на международных состязаниях представили воспитанники тренера Сергея Куру. С серебра в категории до 38 кг завоевал Стас Галкин. Бронзу в весе 30 кг Денис Костеогло. Пятыми стали Богдан Галкин, Артем Камбур и Глеб Клепацкий. Как отметил наставник, ребята провели по четыре встречи. Кому-то удалось одолеть своего соперника, кто-то проиграл на второй схватке. Но несмотря на это, они блестяще выступили и получили новый опыт. Впереди у спортсменов новые соревнования и победы. В селе Копчак прошел удивительный турнир по мужскому волейболу, посвященный в честь спортивного деятеля Ивана Николаевича Капущу. Этот турнир стал ярким отражением его вклада в развитие спорта. По итогам сыгранных матчей первое место заняла команда Копчак, второе место команда села Бурлачены, третьими стали команда села Тамай и четвертое место команда села Кайроклия. По итогам сыгранных игр был награжден лучший игрок турнира Иван Кисеев из команды Копчука. Его талант и преданность спорту достойны самой глубокой похвалы, отметили организаторы. В лицее имени Михаила Чекера прошел кубок в муниципе Чедерлунга по волейболу. Участие приняли четыре взрослые команды, которые были сформированы по районам города. Команды района Центр, Мясокомбинат, Школа 3 и района Батамания. Турнир прошел по круговой системе. Таким образом были разыграны денежные призы, дипломы и сам кубок. Первое место заняла команда района Мясокомбинат, получила кубок, персональные дипломы и денежный приз 3500 леев. Второе место команда района Центр и получила персональные дипломы и денежный приз 2500 леев. На третьем месте расположилась команда района Школы номер 3 и получила также дипломы и денежный приз в сумме 2000 леев. Четвертое место заняла команда района Батамания и получила денежный приз 1000 леев. Все расходы на проведение турнира взяла на себя премария муниципи Чедер-Лунга. Женская футбольная команда из Гагаузии Камрадка из спортивной детской школы в 12-м туре чемпионата Молдовы по футболу Лига национала У-14 встретилась на выезде с командой Нарок. Матч проходил в городе Кишинев на новом стадионе. Несмотря на то, что гагаузская команда играла в гостях на протяжении всего матча, она владела игровым преимуществом и атаковала ворота соперника. Атакующая тактика команды воплотилась в гол, который в конце первого тайма забила Плешко Анна, а во втором тайме успех команды закрепила вторым голом Дарманчена Арина. Несмотря на все усилия команды Нарок переломить ход игры, оборона и вратарь нашей команды играли надежно и без ошибок, отметил тренер Андрей Леонов. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды спортивной школы Камрад со счетом 2-0. Юношеская национальная команда по футболу вырвала победу в концовке товарищеского матча против сверстников из Эстонии. Мать завершился со счетом 2-1. Малые триколоры пропустили с пенальти уже на 19-й минуте матча, но в конце игры смогли добыть победу. Сначала голом отличился Санду Роман на 86-й минуте, а красивейший победный гол записал на свой счет Артур Спринсян на 90-й минуте. Отметим, что ранее молдавская команда на сборах в Турции победила команду Северной Македонии со счетом 1-0 и уступила сборной Турции. Итог матча 1-2. В группе 2 футбольной лиги 1 после второго тура осталось только две команды, которые не потеряли пока ни одного очка. Это Тираспольский шериф 2 и футбольный клуб Флешты. Можно с уверенностью сказать, что и после третьего тура молодые шерифы останутся на верхней строчке таблицы, так как их ближайший соперник снялся с турнира. И динамовцы превратились в поставщиков очков, так как во всех предусмотренных календарем игр им будут зачислены технические поражения 0-3. Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом. На первом месте команда Шериф 2, на втором месте команда Флешты, на третьем месте гагаузская команда Алим, на четвертом месте Ункены, пятый Реал Сукчес, на шестом месте Спиранис, на седьмом месте Искра и на восьмом месте Динамо Аута. Завершился чемпионат Республики Молдова среди девушек до 18 лет. Чемпионами этого года стали воспитанники спортивной школы города Бейльц, которые оказались непобедимыми. Последний тур чемпионата выглядел следующим образом. Матч между Каушень и Бейльц завершился со счетом 56-82. Каушанская спортивная школа заняла второе место. Матчем между Бричейн и спортивной школой Спиранца решилась судьба третьего места и завершился матч со счетом 54-56. Всего два очка определили Кишиневскую спортивную школу Спиранца в бронзовые призеры чемпионата, а команда из Бричан заняла четвертое место. В субботу был сыгран очередной матч национального чемпионата Молдова по баскетболу, где встретились команды Чадер Баскет и УТМ Кишинев. Чадер Баскет был фаворитом этой встречи, что и показал на площадке. Баскетбольный клуб Чадер Баскет выиграл встречу со счетом 74-60 за два тура до конца регулярного сезона. Чадер Баскет идет на третьем месте в турнирной таблице. Следующая встреча состоится в субботу 30 марта в спорткомплексе А7 Кишинев. В минувшие выходные прошел матч 16 тура национальной дивизии чемпионата Молдовы по баскетболу, в котором принимают участие и команда из Гагаузии Камрад Хорсет и Чадер Баскет. Команда Камрад Хорсет встретилась с командой из Бельц Академии. Счет матча 71-82. Самыми результативными игроками Камрадской команды стали Дмитрий Кюркчу, который забил 12 очков в 16 подборов. Владимир Сул 21 очко, 12 подборов. Владимир Чеботарь 20 очков и Иван Дулогло 5 результативных передач и 15 очков. Камрад Хорсет продолжает борьбу за плей-офф и имеет все шансы на высокие места. Следующий матч пройдет 31 марта на Кишинев арене против клуба «Глория» из города Кишинев. Одна команда, одна семья, один стил жизни, джудо. Золото Республики Молдова на Молодежном Кубке Европы по джудо У-21 Банадий в Португалии завоевал Вадим Гимбашви. Он одержал 4 победы весовой категории 90 кг. Сликсим Бурцем, Миха Уэлтером и Казахом Азизом Алтенбай, Егором Араковым и Нуржаном Бесеновым. Гордимся, что был развеян государственный флаг и гимн Республики Молдова. Как отметил тренер, наши спортсмены продемонстрировали отличное спортивное мастерство, большую борьбу и волю к победе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова